так добрый вечер друзья добрый день европа добрый вечер сибирь дальний восток значит так погода продолжает удивлять вот это сделано было 10 дней назад а еще был апрель чуть ли не середина по-моему не у нас а у нас мы соревновались в этом году с Красноярском я имею ввиду Саиногорск в Акасию где жарче к моему Красноярск победил и там было за 30 правда у нас было за 30 невероятно казалось бы чего не радоваться хоть не это самое предрекает не предрекает но когда-то я отказались мои родители с Украины ко мне переезжать какая у нас красота у меня тут абрикос мы ваш холодильник не поедем . понятно 20 километров от Крыма и вот что получилось апрель видите эту красоту и тут же опять аномалия к сожалению моему великому сожалению началась дикая засуха вот это вот несмотря на засуху хотя еще не поливали прошлом году этом у нас учеба идет ничему не удивляйтесь один из нескольких маленьких грядок с серенцами отсюда не вижу что по моему сливы вот у Сергея Железова учеба есть учеба как есть так рассказываю про воронили в мае посадили откуда они знают когда им надо сходить тут какое-то внешнее управление существует я вообще подозреваю что такое внешнее управление что только остается руками разводить не взошли сливы вот смотрите проходит ровно вот так и сливы пошли это одна детская грядка в общем еще раз заказывайте семена садите под зиму пожалуйста часть зайдет часть не взойдет как правило всходят те которые не повредились заморозками преждевременно ну там перепады даже под землей ощущают температуру плюс на минус и мыши-мыши-мыши-мыши вот а весной застратишировали вовремя заказали вовремя садите результат заметьте ничего не случилось они все оказались живы пройдет неделя месяц сейчас засуха не убьет нам все поливать некуда вы видите густые грядки густо-густо посеяно было то есть семена надо не только уметь стратегировать не только правильно садить мы еще опять будем это проходить против нас очень много врагов причем официальных очень много и еще одно вовремя посадить опоздали спит целое лето вы думаете майские посадки в июне взошли ни одна вот так хух теперь объявление это я скопировал из гостевой книги значит остались эти семена их много осталось вот этих вот амура серфима артем т т т т т т т т т значит будут ли после этих диких морозов все зацветает я даже покажу кое-какие цветочки вам сегодня прямо я боюсь страшных заморозков то есть кто-то сегодня купит вот это то что есть а завтра кажется что вообще ничего не купит заказывайте вот а антон валерьевич я вас прошу рассылку сделать вот этих вот по вашим каналам у вас у вас очень много этих самых слушателей читает значит знакомьтесь это она не валентин это председатель союза садоводов хакасии это нас как бы босс но к сожалению босс общественный вот знаете что он четырежды я смотрел только по радио по местному этой фотографии с экрана сделал вот четырежды умнейший мужик агроном вот грамоте не бывает но во всяком случае пока есть наверное самый грамотный жаль что не в тех он этих как бы его назвать жаль что он не в тех структурах у нас есть хостодзор у нас есть роспотребнадзор у нас есть санитарный надзор и у нас вот что есть видите то есть это все работает в холостую он молодец умница талантливый мужик последний из магикан из нашего умирающего племени я уж извините говорю как есть вот он призывает укоротить этих варягов которые везут каждый год везут везут саженцы я до сих пор я железу который как паук центре всероссийской все можно сказать полу планеты больше всех знаю я не обнаружил ни одного варяга саженцы варяга который бы у нас не то что вступил по отношениях хотя бы 2-3 года продержался вот так вот это при том что я знаю больше всех вы представляете какой гигантский механизм и вот он говорит попьет 4 минимум 3 повтора было той передачи цифры называл обращался напрямую к этим самым надзорным службам результат вот и сами страдает и его это многие вселенные союза садоводов хакасии являются изготовителями саженцев наших наших сибирских настоящих плюс он упоминает минусинскую станцию плюс упоминает суботинскую станцию где производится нет везут в средней азии ему такому председатель союза садоводов сибири ему говорят антимонополизм нельзя не имеем права а что они привезли я уже показывал гусениц этих страшных он рассказывал про эти болезни которые завезли и он вот нас пока таких двое кто громко заявили теперь я просите я вынужден сказать это очень важно мы же хоть делиться не официально но как еще чтобы расходилась как по эти круги по воде от брошенного камня еще раз бросать этот камень он заявил что уже не я кто я никто а он председатель союза садоводов хакасии он заявил следующее что средняя азия привезла к нам бактериальный рак и так же как я что в своей конце деревни в своей конце деревни помните какой-то у юмористов каждый твердит об одном нас подставили уничтожено из-за того что из бедеси этих надзорных органов вот это ребята мы это и к сожалению дальше что сказать что это старый снимок я его сделал лет восемь назад видите вот это вот самая реклама как увидите ее увидите может убить конечно нехорошо но уходите обгонять и не вздумайте брать ну скольким людям еще сколько как раз у меня видит эту передачу несколько ой ладно смотрим дальше вот из-за них смотрите почему сергей не стал прививать дикие уссурийские груши почему он не стал это тоже почему это все выброшено выброшено почему он не стал прививать вот это почему это все уйдет под топор догадались догадались вот она братство народа вот из-за этого человек имеет выбор купить за 500 600 рублей здесь например два мертворожденных или у Сергея в общем питомник по болезнику сокращается для того чтобы расширяться к сожалению это факт и когда я сказал давай все таки сейчас я подключусь еще когда не было листиков давай я сяду за стол быстро тебя привью у меня ноги не позволяет так или не остановиться а все равно никто не купит такая горькая да все весу несколько покупателей приехали ну и сколько там десятков посылок вышло вот это правда горькая вот мы в такой стране живем вот это у него это я вчера делал эту фотографию вчера это его яблоньки видели остались и распроданы так так все с